Здравствуйте, мои дорогие зрители! На улице становится все теплее, все больше хочется себя украшать. Будем говорить сегодня про украшения. Не то, чтобы я не носила их зимой, но согласитесь, не знаю, как вы, но я ношу их гораздо меньше. Во-первых, не все серьги хорошо смотрятся с шапками. Во-вторых, кольца с камнями. Может быть, это, конечно, мой собственный бзики-таракан, но я не ношу кольца с камнями в холодное время года, потому что мне почему-то кажется, что микроворсинки из перчаток будут попадать в эти крепления, и в какой-то момент это будет выглядеть как-то грязно. Не знаю, почему я так решила, но в любом случае не ношу. И вот сегодня я вам покажу, какие украшения я ношу. Чаще всего у меня большая коллекция украшений, и каждому виду украшения у меня было посвящено отдельное видео. Были они уже очень давно. Я поищу и оставлю ссылочку вам внизу в описании под этим видео. Может быть, кому-то это будет интересно. Может быть, среди вас есть маньяки украшений. Поэтому покажу я, конечно, не все, только то, что я ношу чаще всего. Покажу свои новинки и поделюсь с вами секретом, как находить украшения на каком-нибудь ювелирном сайте, где их огромное множество, чтобы вам не закопаться. Я сама создала свой секрет и сама им пользуюсь. Моя большая коллекция у меня колец. И было время, когда я носила исключительно крупные кольца. Вот я вам показываю одно крупнее другого. Я их сейчас не ношу. Просто вам показываю, что они у меня есть. Когда-то я любила исключительно большие кольца, их носила. Пока отложила их в дальний угол. В какой-то момент мне захотелось именно таких минималистичных украшений. Я стала минималистом. и я стала смотреть на сайтах стилистов всяких, где они показывали много таких вот минималистичных украшений. И у меня образовалась целая шкатулка из таких вот тоненьких колечек. Еще у меня есть вот такие вот крупные, с крупными камнями. Вы тоже у меня их видели. Одно из самых любимых моих колец и которые вы тоже про которые вы тоже чаще всего спрашиваете. Это вот такое кольцо. В общем, когда я начала собирать свою коллекцию колец и начала смотреть картинки, как это все носить, как это все носит люди, мне очень нравится, когда я смотрю картинки, вот это вот многообразие всяких колец, цепочек на шею, в общем, большого количества украшений на одном человеке. Но когда я начинаю примерять это на себе, у меня получается какой-то базар-вокзал. Я не понимала долго, почему. У меня всего так много, я начинаю на себя надевать, как же, как и они, ну что же у меня не складывается. И тут какое-то время назад я услышала советы одного дизайнера, который говорил, да, вам говорят, что можно сочетать все со всем, но на самом деле делать это лучше из одной коллекции. Либо же как минимум это должно совпадать по размеру, по стилю, плохо будет сочетаться какое-то авангардное украшение с ретро-украшениями. К тому же раньше были довольно жесткие правила, что желтый металл с желтым металлом, белый металл с белым металлом. И до сегодняшнего дня я этого правила придерживалась. Несмотря на то, что оно уже не актуально, и стилисты нам разрешили смешивать металлы уже давно. Но для меня здесь та же самая история. Если посмотреть на все эти картинки, то мы видим, что это вещи либо из одной коллекции, либо как будто из одной коллекции. Они выдержаны в одном размере, в одном стиле. Например, вот на этой картинке вот это лохматое кольцо для меня явно лишнее. А еще лучше, когда разный металл смешан в одном изделии, например, как это кольцо. Поэтому я по-прежнему продолжала придерживаться правила желтое с желтым, белое с белым. И вот я наконец-то нашла способ, как поженить два цвета. Вот у меня два новых кольца моих, мое новое приобретение. Я взяла их из одной коллекции. Мне уже давно нравится мятый, мятый такой металл, причем он бывает блестящий, бывает не блестящий. Я вообще голосую за неблестящие и матовые фактуры, поэтому вот у меня появилось два таких кольца. Один желтого металла, другой белого металла. И теперь я могу спокойно надевать часы белого металла и подвеску желтого металла. Могу снять белый браслет и надеть браслет из желтого металла. И теперь для меня это не смотрится как-то странновато. И сразу поделюсь с вами своим секретом, как же я выбираю свои вещи среди огромного многообразия, то, что нам предлагают производители и продавцы. Заходим на сайт ювелирных украшений. Я вам показываю сайт, на котором я нашла свои кольца. Если вы заходите в каталог и выбираете раздел кольца, то вам вываливается просто огромная лавина этих колец и она вас просто погребет. Я когда смотрю там 22 страницы, а дальше может быть еще и больше, то у меня хватает страницы на 2-3 и дальше я ломаюсь. Я захожу либо в бренды и там уже проще искать тот бренд, чьи изделия вам ближе по стилистике, либо же коллекции. Вот на этом сайте есть коллекции и я прям начинаю. Одна коллекция я смотрю мне нравится и я продолжаю смотреть что там есть. Следующая коллекция допустим я вижу что это не мое и я даже не углубляюсь туда. Мой бренд называется Ифомо Я надеюсь я правильно произношу или Айфомо И это коллекция Ликвид хотя если честно я очень выбирала между ними и коллекции Астра потому что здесь четкие геометрические формы и стразы то что я люблю но в Ликвид я нашла вот этот мятый металл здесь еще есть матовый металл который тоже мне очень нравится ну и конечно мне понравилась там цена тонкое кольцо полторы тысячи широкое три и это серебро естественно с золочением или покрытое родием есть в желтом в розовом и в белом металле естественно к нему идет комплект серьги браслет можно взять ссылку на сайт смотрите внизу в описании под этим видео у меня есть блогерский промокод богдановый он дает 30% на этом сайте и я очень надеюсь что он будет суммироваться со скидками поэтому если вы захотите себе что-то из этой коллекции то это будет вообще просто практически бесплатно потому что это и так сейчас со скидкой ну и возвращаясь к украшениям которые я ношу чаще всего как я уже сказала выше я стараюсь носить украшения в какой-то одной стилистике это может быть либо несколько колец тонких причем вы знаете у меня доходит до того что я не смешиваю даже кольца с камнями то есть если я надеваю кольца с камнями то это будут только кольца с камнями либо же наоборот гладкие без вставок либо же это особенно летом я люблю носить два вот этих кольца с крупными камнями ну кстати вот рядом с этими моими новыми кольцами в общем-то тоже смотрится неплохо но скорее всего я конечно эти кольца сниму кстати тем они еще хороши они безразмерные у них вот здесь есть такой разрез и вы можете делать по своему размеру это конечно очень удобно потому что пальцы с возрастом становятся потолще и вот четыре крупных кольца которые я ношу естественно не одновременно либо наоборот несколько колечек тонких с камешками если говорить о часах то самые носибельные часы у меня вот эти в белом металле я люблю надевать к ним вот такой браслет он очень удобный на резиночке но сейчас при наличии у меня вот этих двух колец я могу надевать к нему либо вот такой браслет желтый можно еще вот такой браслет тоже желтый из желтого металла это золото еще есть вот такие часы из желтого металла честно говоря я не очень их люблю потому что они маленькие сейчас это не очень актуально они такие маленькие женственные но вот раньше когда мне нужно когда я хотела надеть что-то из желтого металла то я надевала их теперь наверное они у меня уйдут куда-нибудь подальше не самые мои любимые еще у меня есть часы на кожаном ремешке коричневый ремешок под коричневый ремень черный ремешок под черный ремень на брюках их я надеваю реже все-таки мне металл нравится больше у меня есть еще конечно часы но я вам показываю те которые я ношу чаще всего что касается сережек то здесь у меня крайности у меня они либо совсем маленькие незаметные их не принесло либо же крупные и со стразами опять же есть из желтого металла и есть из белого металла чаще конечно я все-таки ношу если говорить о стразах вот такие простые простая такая дорожка что касается украшений на шею то вы часто видите у меня вот этот чокер который я ношу с худи и с футболками на лето у меня есть вот такая вот цепочка обожаю ее но она просто вот совершенно короткая и по горлу и она хорошо блестит но опять же раньше у меня была проблема ее носить потому что если я надеваю белые часы то желтая цепочка снималась теперь не буду ну и еще вот две такие подвески вот это сделано из кольца я давала ювелир у меня была цепочка с детства и это мамино кольцо я вот сделала такое переплетение и вот такая подвеска купленная на алиэкспресс у меня еще много есть всяческих бус целый ящик из которых я ношу только жемчуг у меня его много вообще если если вы меня спросите Лена какие камни тебе нравятся больше всего я назову жемчуг и янтарь хотя наверное сложно назвать это камнями потому что камни это наверное то что происходит из земной породы а это все как-то из воды больше что удивительно может потому что я водный знак вот но мне нравится жемчуг и янтарь причем из жемчуга и из янтаря найти современные украшения крайне сложно поэтому в основном из жемчуга у меня бусы из янтаря пока что нет ничего потому что какое-то время я прям целенаправленно ходила по магазинам искала мне ничего не нравилось было довольно таки старомодный какой-то дизайн как-то люди не знаю может быть из него сложно что-либо делать но я не знаю почему из такого шикарного камня не делают современные украшения но вот кстати на этом сайте сапсана есть украшения из янтаря мне здесь понравились кольца они правда не наверное из какого-то гретого может быть янтаря но здесь очень современный дизайн к сожалению их не было в наличии но я собираюсь там еще посидеть поискать может быть мне удастся все-таки купить что-то из янтаря потому что мне просто приятно держать в руках и смотреть на эти камни ничего другого я почему мне они нравятся я вам сказать не могу янтарь он такой прям как будто бы солнце в себя впитал рассказала и показала я вам свои украшения познакомила вас со своей новинкой советую зайти на этот сайт и посмотреть особенно тем кто чьи уши не переносят дешевых металлов и других вариантов у вас нет ну и пользуйтесь конечно моим лайфхаком по сортировке и выбору украшений до новых радостных встреч всем пока